Сегодня в России отмечают День судебного пристава. История праздника началась еще в 1864 году. Тогда, благодаря судебной реформе, был создан Институт судебных приставов. Сегодня это отдельная государственная структура. По своей численности судебные приставы уступают только полиции. В текущем году на исполнении в отделах судебных приставов управления находилось более 600 тысяч исполнителей производства. При пересчете на одного пристава-исполнителя это более 2000 исполнителей производства на человека. Это колоссальный труд. Взыскано в пользу искателей и государства более 4 миллиардов рублей. В Архангельске объявлен срочный сбор средств на лечение девятилетнего Эдика Мортисевича. У мальчика тяжелейшее генетическое заболевание. Каждый день происходят необратимые повреждения головного мозга. Эдик уже не может читать и писать. Ему готовы помочь сеульские медики. Для проведения трех операций в Корее необходимо собрать 25 тысяч долларов. Нас пригласили туда. Дата открытая, потому что они понимают, что денег нужно собрать много, но они в любой момент готовы нас принять. Ребенок теряет зрение, теряет слух. Если это произойдет, то есть если он потеряет зрение, то уже не возьмется никто. Ни Израиль, ни Германия, нам не Сеул, нам больше уже не помогут. Волонтеры и семья Эдика уже собрали полмиллиона рублей. Для проведения первой операции в Сеуле нужно еще 100 тысяч. Банковские реквизиты можно найти на страничке СОС с помощью Эдику Мортисевичу ВКонтакте. Сегодня в Северном медицинском университете открываются курсы сестер милосердия. Через 8 месяцев учебы выпускники получат удостоверение государственного образца. Занятия будут проходить два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Первые курсы по подготовке сестер милосердия открылись в СГМУ 14 лет назад. За это время подготовлено более 200 специалистов. В Архангельске второй раз проводится фотоконкурс «Открытый север». На снимках, поступивших на него, представлены все уголки Архангельской области от далекой Новой Земли до Южного Каргополья. Узнала о конкурсе. Захотелось очень поучаствовать в этом конкурсе, попробовать свои силы. У меня направление тревел-фотография больше всего, конечно, ну и репортажная съемка. Очень большое количество работ, большое количество участников я отслеживала, и просто дух захватывает такой красоты. Фотоконкурс, он позволяет взглянуть на одну и ту же вещь совершенно с иных сторон. Люди разные, взгляды разные. В адрес жюри было направлено 2000 работ от 180 авторов. Итоги конкурса организаторы планируют подвести 7 ноября. В представительстве Евросоюза в России прошла заключительная конференция по проекту «Искрь надежды для российских деревень». Проект направлен на развитие сельских поселений. На реализацию проектов в пяти регионах России Евросоюз выделил 83 тысяч евро. К примеру, 11 жителей Кенозерского парка стали победителями конкурса мини-грантов и получили финансирование для реализации своих идей. Если пассажирские перевозки, то только с «Авророй». В нашем автопарке есть автобусы, микроавтобусы, легковой транспорт, вип-машины и эконом-класс. Доставим сотрудников до работы, организуем трансфер в любое место. Звоните нам с вами по пути. Сегодня в Архангельске облачно с прояснениями. Днем возможен снег. Ветер переменный, слабый. Температура днем до 4 градусов мороза. Тип погоды второй благоприятный. Дыхание зимы все ближе. Не забывайте про шарфы и шапки. Следите за самими главными новостями региона каждый час вместе с телеканалом ПС. Субтитры создавал DimaTorzok